Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас всех приветствую. Сейчас будет онлайн-расклад без вариантов. А тема будет такая. Наш трехугольник. Если вы хотите посмотреть, что в вашем трехугольнике происходит, вы точно знаете, что у вашего мужчины есть женщина. Неважно, жена, любовница, кто у него там, неважно, гражданская жена, но у него точно есть женщина. Значит, этот расклад будет вам сейчас подходить и как-то вам, может быть, поможет. Вот. Давайте посмотрим. Сейчас будет все экспромтом. Я не знаю, что сейчас я буду говорить, и я не знаю, что я сейчас буду здесь показывать. Для меня самое важное, чтобы все было правильно. Итак. Первое. Ваш мужчина. Кто он? Вот кем он является? Кто ваш мужчина сейчас на данный момент? Как он видит вас? Кто вы для него? Его отношение к вам на данный момент? Как он видит ту женщину? Кто она для него? Как он ее видит? Его отношение к ней на данный момент? Итак, смотрим. Ваш мужчина. Вы знаете, как большой ребенок, который думает только о себе. Это эгоист. Это очень жесткий. Всегда у него нет. Всегда такой строгий. Ну, по крайней мере, сейчас. Да? Сейчас. Ваш мужчина на данный момент. Ему холодно. В душе одиноко. У него, может быть, сейчас какие-то претензии там на работе с кем-то. С кем-то общается. Ругается, может быть, бумаги, документы, пишет. Работа с металлом или в медицине. Может быть, электроника, техника. То есть, вот я сейчас перечисляю то, что на данный момент у человека в жизни происходит. Как он видит вас? Кто вы для него? Вы для него, королева мечей, женщина очень холодная, жесткая. Даже если вы такой не являетесь, он вас такой считает на данный момент. Который, у которой только то, что она говорит, это верно. Его близко к себе не подпускает. С ним, которая сама поругалась, поставила точку, его заблокировала. Который, возможно, находится на расстоянии, далеко. Его отношение к вам на данный момент. Да, у него есть чувство к вам. У него есть к вам чувство очень сильное. Он хочет быть с вами. Он вас любит. Он ждет, когда вы откроетесь ему. Когда вы перестанете ругаться. Когда вы его разблокируете. Когда вы будете его так же любить, как он вас. Потому что, вот смотрите, королева мечей и королева чаш. С его стороны идут чаши. Эмоции, чувства к вам. А с вашей стороны одни претензии, слова. Да, чуть ли пошел вон и все. Вот в таком плане. Теперь, как видит он ее. Вот эту соперницу. Так. Вот смотрите. Вот эта женщина, которая рядом с ним. Эта женщина, в принципе, у которой много страхов. Она чего-то боится. Она волнуется. Она от вас очень сильно отличается тем, что вы бесстрашная. Вы ничего не боитесь. Вы сильная женщина. Умная женщина. Которая в своей жизни все решает сама. Все свои проблемы. И все плохое, и все хорошее. Да. Очень сильная женщина. И ей есть, что сказать. Вам есть, что сказать. Да. И какое отношение, какое отношение она имеет к нему, это абсолютно нерешительность, боязнь. Женщина, которая не может сделать шаг без поддержки, без помощи. Представляете, как он видит, какие вы для него разные. Насколько вы сильная, умная. И насколько это беспомощная. Как котенок какой-то. Да. Вот. Который нуждается в помощи, в поддержке. Возможно, это женщина с ребенком. Я не знаю, ребенок это его. Или это, то есть, от первого брака, там, от какого-то другого мужчины ребенок. Возможно, у этой женщины есть ребенок. Его отношение к ней. Но он здесь все делает сам. Он сам. Я же говорю, она беспомощная. Он делает все сам. Может быть, она находится, кстати, от него пока на расстоянии. Может быть, она находится, я не знаю, за городом, в другом городе. Еще как-то их разделяет, возможно, расстояние. Да, такой тоже может быть момент. Она как бы рядом, но он, может быть, от нее далеко. Может быть, он сейчас уехал куда-то на заработки. Она осталась одна, да, с ребенком дома. Или же, например, есть вот эта женщина, которая, например, уехала сейчас куда-то. Она в другом городе, а он один дома. То есть, здесь немножко такие вот. Есть возможности разные, да. Невозможно здесь сопоставить одно, что здесь только так и так. А здесь несколько вариантов, общий расклад. Ну, он здесь лидер. Потому что она просит его. Она как бы постоянно намекает. Она ничего не делает. Она как бы, знаете, как беспомощная. И она ли ведет себя так беспомощно? Где у него просыпается сама вот эта вот жажда покорять, жажда что-то добиваться, что-то делать, да, по отношению к ней? Я не знаю. Может быть, она очень слабая женщина. Или сейчас она. Может быть, она болеет и ничего не делает, да. И он все делает. Что он думает о вас и что он думает о ней? Вот посмотрите, вот сколько плюсов в вашей стороне и сколько минусов здесь. Это просто я в шоке сейчас. Знаете, мне прямо этому мужчине сейчас уже хочется задать вопрос. А нахрена ты вот с этой женщиной тогда, если тебе так плохо? Идиот ты, что ли? Или там сам себе враг ты? Если тебя так тянет какая-то женщина, ты чего ее доводишь тогда? Вот смотрите. Его отношения... Не отношения, господи. А у меня уже это просто. Я уже на эмоциях. Что его к вам тянет, да? Это эмоции. Это чувства. Это ностальгия. Потому что у вас с ним очень много... Много связывает вас. Прошлого. Может быть, у вас дети совместные были, да? Детки остались. Он об этом понимает. Он вас давно знает. Я не знаю. Может быть, вы в отношениях или в браке были там 20-30 лет. И проходили через многое. Через плохое. Через хорошее. А это не забыть. Это память твоя, да? Это тебя привязывает, тебя постоянно в воспоминания. Вот как я был с этой женщиной. Как нам было классно. Мы же с ней встречались. Мы же с ней вместе жили. Мы же детей рожали там, да? То есть вот это его, да? Вот эта вот память к вам тянет. А вот к этой женщине, да? Вот ничего делать не хочет он. Он абсолютно уже, как из-под палки он делает к этой женщине какие-то шаги. Он ничего к ней делать не хочет. Он устал полностью. Он вымотан уже. Вымотан. Потому что это такая женщина. Она ничего не дает. Она сама сосет, понимаете? Как вампир с него. И он себя так же чувствует холодным, одиноким сейчас на данный момент. Любит ли он вас на данный момент? И любит ли он ее на данный момент? У него нету любви. Ни к вам, ни к ней. Уже на данный момент. Нету. Потому что здесь и любовь, такое ощущение, как будто она уже проходит, эта любовь. Проходит. Я не знаю, может быть, это высокая любовь. Такая высокая, понимаете? Как модно сейчас говорить. Высокая любовь. На таком высоком уровне. Что-то же понять невозможно. А к ней он испытывает не любовь, а страсть. И он здесь себя любит. Он любит здесь себя. Какой он молодец. Какой он мужчина. Он умеет управлять этой женщиной. Она такая беспомощная. А я такой сильный. Да, здесь. Я, я, я. Может быть, она его восхваляет постоянно. Он здесь любит себя. В отношениях с ней он любит здесь себя. Понимаете? Она питает его этим. Питает его этим. Может быть, она ему постоянно говорит. Ой, какой ты у меня хороший. Какой ты у меня красивый. И у него здесь просто он светится тут. Лучезарностью. Так. Вы же ему это не говорите. А он здесь светится. И он себя здесь любит. Он ее не любит. А давайте посмотрим. Почему он с ней. А почему он не с вами. Вы знаете, потому что мужчина искал, 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 искал. И нашел. Он перебирал много женщин в своей жизни. Он нашел то, что ему нужно, как бы, понимаете. Которое подходит ему. Поэтому он с ней. Это очень женщина удобная для него. Она и кашку сварит. Там и с работы встретит. И если надо будет, до утра будет ждать, когда он пьяный, например, придет. Эта женщина очень удобная. А почему он не с вами. Ну, потому что вас завоевывать надо. Вас, к вам идти нужно. Надо прилагать усилия, чтобы вас добиться. Потому что вам все не так, не этак. Вы постоянно держите его в напряжении и в росте. А он не хочет. Он хочет расслабиться уже полностью. Чтоб женщина ему там ничего у него не требовала. Его восхваляла. Вот что ему хочется. Он для себя удобную женщину нашел. А вы нет. Вы очень сильная женщина. И сколько вы всего добиваетесь. Вы хотите, чтобы он тоже этого с вами добился. А он этого не хочет. Он хочет спокойной, мужской жизни. Дом, работа. Дети, семья там, что еще. И борщи с котлетами. Все. Поэтому он нашел такую женщину, которая ничего от него не требует. Которая любит его таким, какой он есть. Но я не знаю, еще большой вопрос, любит она его или нет. Я вопросов не задавала. Но у меня ощущение просто такое есть. Раз она с ним, да. У этого мужчины много было женщин. Он знает, какую он хочет женщины. Он выбрал для себя. Да, он мучается где-то далеко не идеально все. Далеко не идеально. Но это то, что сейчас. Расстанутся ли они? Давайте посмотрим на ближайшие полгода. Расстанутся ли они? И будет ли он все-таки с вами в ближайшие полгода? Нет, они не расстанутся. Они не расстанутся. У них семья. Если они живут в гражданском браке, возможно, они скоро даже поженятся. У них будут еще дети. Потому что здесь идет... Здесь идет вопрос и детский, и семьи, и общего дома. Да, это здесь семья уже. Нет, они не расстанутся. Наоборот, да. Укрепляется у них отношение еще больше. И страшный суд говорит о том, что это мужчина в вашей жизни кармический. Кармический. И он должен был бы быть. Да, может быть, вы в той жизни с ним встречались. И не отработали, так скажем. Плохо расстались. Что в этой жизни он опять пришел. Да, на полгода он будет с вами. Он еще будет выходить. Это карта перемен и карта возрождения. Он хочет у вас опять в жизни появиться. Он вообще пропадать не хочет с вашей жизни. Не понимаете? Это вы просто агрессивно к нему настроены. Это вы не хотите в этом трехугольнике находиться. А его трехугольник этот тоже очень хорошо устраивает. Он ему подходит. Потому что здесь две разные женщины. А почему бы нет? Когда скучно с похлебкой, он идет к хорошему вкусному плову, как я говорю. Да, часто. Как будут развиваться отношения на этой стороне с его женщиной в будущем? И как будут развиваться отношения у вас в будущем? Ой, да и раскладе, конечно, я тут забабахала. Аж самую читать несложно. Смотрим. Да. Слушайте, здесь постоянно дети идут. Видите, опять беременность. Здесь идут дети. Они будут рожать детей. Я не знаю, может быть, у них уже сейчас пятеро. Еще будут рожать детей. Потому что у них здесь беременность идет. И он не против. Он не против. А что должна делать женщина? Елки-палки. В семье. Рожать. Функцию свою женскую, да? Как бы оправдывать. Она для чего пришла на эту землю? Для того, чтобы быть замужем и рожать детей. Все, пусть же рожает. У него тоже, знаете, вот я сейчас сказала с его слов. Пусть рожает. Женщина должна рожать. Все. Чтобы потомство большое было. Так. Что в будущем у вас здесь? Ну, вот он, понимаете, он хочет с вами от жизни получать только удовольствие. Вот здесь четко. Здесь жена, как будто она распорядила для себя. А здесь у меня любовница будет. Здесь пусть жена рожает хоть каждый год. Все. Это же жена, да? А здесь я буду кайфовать, гулять, праздники устраивать. Я не знаю, там, на дискотеке, там, застолье, да? Мы от жизни должны здесь получить. Вот с любовницей что делают? От жизни с ней получают удовольствие же, правильно? Потому что любовница – это праздник. Это смех, это радость, это беззаботность. Это в рестораны там пойти, я не знаю, в большой театр ее сводить. Погулять с ней, шикарная женщина, да? Вот что он хочет. А жена пусть сидит дома, рожает, готовит, детей воспитывает. Все, это жена, ее функция такая. У него четко здесь все распределено. Кошмар. Боже мой, какой кошмар. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Точки поставлены не будет, знаете, да? Вот я сейчас говорю, что он хочет, да? Вот это он хочет. Да. Я сейчас просто думаю, какой еще вопрос-то задать. А получится ли так? Вот давайте посмотрим, да? Вот здесь на ближайшие полгода хочет с вами вот это. А получится ли это? Будете ли вы ближайшие полгода с ним встречаться, вот так вот гулять, да? Как он хочет или нет? Ого. Ну, я так думаю, что здесь, смотрите, здесь сейчас будет два варианта. Один вариант. Женщины согласятся на это. Потому что, может быть, вам это и нужно. Вы не хотите никакого брака с ним. Вы хотите быть с ним любовницей, да? Это возможно. Почему бы нет? Это жизнь, да? Поэтому один из вариантов, что женщины согласятся, да. Скажут, давай будем встречаться. Почему нет? А другая половина скажет, не-а. Я тебя уничтожу. Смотрите, что женщина здесь делает. Видите? Я тебя уничтожу. Я никогда не была любовницей. И никогда любовницей не буду. Запомни это. Поэтому здесь вот такое ближайшее время. Ближайшие полгода. Все, не хочу больше смотреть. Я устала. Все понятно. Мне все понятно. Ваш мужчина четко для себя определил. Здесь жена. И он хочет, чтобы она была покорная, тихая, спокойная. Все. Рожала детей и молчала. А здесь шикарная, потрясающая женщина. Да? С которым он хочет встречаться. С которым он хочет сексом заниматься. Он, знаете, как ярлык хочет повесить. Любовница с большой буквы. Все. Все. Он для себя четко определил. Это на ближайшие полгода. Вот это вот то, что я сейчас посмотрела. Все, не хочу больше смотреть. Девочки, это общий расклад. Это общий расклад. Если кому-то будет интересно, пожалуйста, смотрите. Всем желаю счастья. Всем желаю быть женами. Быть единственными женщинами своего мужчины. Никаких любовниц. Никаких любовниц. Всем выходить замуж. Всем иметь только единственного двум мужчину рядом. Иметь детей от него. Жить с ним семьей. Так в принципе должно быть. Это нормально. Это традиция. Она идет испокон веков. Она не дураками придумана. И так должно быть всегда. Это лично мое мнение. Я вас всех люблю. Мои императрицы, мои шикарные девочки. Я вам всем желаю хороших мужчин рядом. С кем вы построите серьезные отношения. И будьте счастливы. Всех люблю. Всех обожаю. Спасибо. Продолжение следует.